Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. Я, Валерий Седов. 36 километров городских дорог отремонтировано и благоустроено 59 дворов. Глава администрации города Рязани Виталий Артемов выступил с публичным отчетом. Будем участвовать в федеральных проектах. На заседании правительства обсудили вопросы сотовой связи в селах, строительство детского сада и водоотведения. Художник слова в художественном музее открылась выставка иллюстрации к произведениям Николая Васильевича Гоголя. На этой неделе прошел публичный отчет главы городской администрации Виталия Артемова. Мэр подвел итоги работы администрации за 2023 год и озвучил планы по дальнейшему развитию. За прошлый год в Рязани отремонтировано 36 километров городских дорог. В ходе публичного отчета Виталий Артемов отметил, что это удалось сделать в ходе реализации нацпроектов и программ. Помимо этого благоустроены почти 60 дворов, приведены в порядок общественные пространства. Построено больше 330 тысяч квадратных метров жилья. Виталий Артемов отметил, что в прошлом году досрочно закончилась программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Расселено 8 домов и больше 120 человек. Теперь, по словам мэра, город готов приступить к реализации новой программы. Ее ждут полторы тысячи человек, жители 65 многоквартирных домов. Благодаря правительству Рязанской области завершился ремонт северной окружной дороги. По итогам 2023 года отремонтировано 32 участка уличной дорожной сети города Рязани, в том числе 17 участков в рамках реализации национального проекта безопасной качественной дороги. В рамках второго этапа модернизации уличного освещения заменено 320 километров. Провода на самоизолированный заменено около 4000 устаревших светильников. Построено два детских сада в микрорайонах Семчино и Кольное. В последнем, кстати, открыта еще и 76-я школа. Начали строительство еще двух. Семь школ капитально отремонтировали. В микрорайоне Приоковский после реконструкции открылась детская школа искусств номер 5. В рамках нацпроекта «Культура» созданы две модельные библиотеки. Среди планов на 24-й модернизация еще двух и открытие после реконструкции Дворца культуры и искусства. Рязанцам он больше известен как ДК Птицеводов. На публичном отчете Виталий Артемов поднял вопросы транспортного обслуживания. Автопарк общественного транспорта обновлен, заявил мэр, притом значительно. В марте ожидается 8 новых автобусов. В течение года приобретут еще 20. Коснулись и щепетильной темы – уборки дорог и тротуаров. Мы стараемся перезагрузить работу дирекции по благоустройству города. Видим свои ошибки. Стараемся максимально оперативно их исправлять. Делаем это в сложившихся условиях, в сложившихся условиях рекордных снегопадов. Этой зимой из города было вывезено в 4 раза больше снега, чем в прошлом году. Видим, где необходимо изменить технологический подход, чтобы учесть опыт этой снежной зимы и в следующем сезоне не делать тех ошибок, которые сделали. В ходе публичного отчета Виталий Артемов затронул и важное для города событие. В прошлом году указом президента страны Рязани присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В памяти о трудовом подвиге горожан в областном центре решено установить «Стеллу». Место уже определено – сквер у железнодорожного вокзала «Рязань-2» на пересечении Первомайского проспекта с улицей Вокзальной. Работы планируется провести до конца этого года. По итогам выступления глава администрации Виталий Артемов ответил на вопросы собравшихся. Рязанцев интересовали такие темы, как строительство учреждений социальной сферы, благоустройство дворов, развитие общественного транспорта, капремонт дорог, благоустройство парков, переселение из аварийного жилья и другое. Уже много раз говорил, что регион должен участвовать во всех федеральных программах. Это остается в приоритете. Поэтому прошу всех готовить проектно-сметную документацию, готовить заявки по всем направлениям благоустройства, населенных пунктов, ремонта общежитий, развития ЖКХ. Работать будем активно. Здесь каждому хватит, чем заниматься. С этого Павел Молков начал заседание правительства на повестке, послание президента страны и участие в федеральных проектах. Одно из поручений президента – везде должны быть связь и интернет. Поэтому первым взял слово глава Минцифры Андрей Ульянов. По словам министра, сейчас без устойчивой связи и интернета в Рязанской области остаются около 60 населенных пунктов. С 22-го года в рамках проекта устранения цифрового неравенства современные услуги связи появились в 41 малонаселенном пункте и стали впервые доступны почти 10 тысячам жителей. В этом году также данную работу продолжаем. Планируем запустить еще 6 базовых станций в малонаселенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек. Это в рамках выделенной квоты Минцифры России. Также обсуждаем с федеральным ведомством возможность повторения прошлогодней договоренности и подписания соглашения о софинансировании, в рамках которого планируем добавить сюда еще 10 населенных пунктов. И они уже определены, отрабатываем с Минцифры. А вот на железнодорожных путях интернета связь плохая, заявил Павел Молков. Дескать, на 50 метров от вокзала отъезжаешь и связь пропадает. Губернатор поручил наладить устойчивую интернет-связь к главе региональной Минцифры. Второй момент – Александроневский район. Нужно было и составить проектно-сметную документацию на детский сад, на водоочистку в селах Борисовка и Ленина, а также строительство спортплощадки. Задачи эти выполнены. Отчитался и Рыбновский район по ремонту центра культуры с селей Новоселки. Отремонтируют его уже в этом году в рамках нацпроекта «Культура» по федеральному партийному проекту «Культура малой Родины». В целом Павел Молков рассказал, как теперь будет строиться работа после послания президента. Все проекты важнейшие, все очень актуальны для нашего региона. Также было объявлено, что продлевается ряд масштабных программ. Заявлено несколько новых долгосрочных программ по развитию экономики, социальной сферы, по развитию инфраструктуры. То есть работы впереди очень-очень много. Я думаю, что все услышали в послании, все отметили для себя, что существенно расширяются, увеличиваются возможности для регионов. Будет больше вложений в развитие регионов. Соответственно, и ответственность наша тоже серьезно возрастает. Помимо этого, Рязанская область вошла в пилотный проект по сохранению объектов культурного наследия. Работа в этом направлении для региона также очень важна, отметил губернатор Рязанской области. В 2023 году больше 700 рязанцев приобрели технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. По этому самому сертификату можно приобрести больше 300 средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Электронный сертификат на технические средства реабилитации – это новый способ обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья этими самыми ТСР и ортопедическими изделиями. Об этом рассказала заместитель управляющего отделением СФР по Рязанской области Оксана Иванова. В целом, у человека с инвалидностью есть три способа их получить. Первый – это человеку предоставят само техническое средство по направлению регионального отделения Социального фонда России. Второе – могут выплатить компенсацию, если человек купил ТСР сам. И третий – через электронный сертификат. Основное и главное условие – техническое средство должно быть рекомендовано инвалиду медиками. Для этого Бюро медико-социальной экспертизы разрабатывает индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида, где записывает именно те средства, рекомендует ему, которые будут компенсировать утраченные функции организма. И, собственно говоря, это главный для нас документ, на основании которого мы в дальнейшем обеспечиваем инвалида. Подать заявление на электронный сертификат на ТСР можно как удаленно, через госуслуги, а также лично через МФЦ и в клиентских службах регионального соцфонда. Срок оформления – 5 дней. Деньги на сертификат поступят на карту МИР. Точнее, зарезервируются. Кроме ТСР, человек ни на что потратить сумму не сможет. Сумма на технические средства реабилитации рассчитывается индивидуально. Например, цена на те же инвалидные кресла варьируется от 50 до 300 тысяч рублей. Купить их можно как в специальных магазинах, адресаясь на сайте соцфонда, или даже в интернете. Бывало и такое, говорит Оксана Иванова, когда базовой суммы на покупку не хватало, потому что человек хотел себе немного преобразовать ТСР. В таком случае он может добавить деньги из собственного кармана. Так говорит эксперт. В Рязани есть ребята, которые заказывали, например, на протезах рисунок, наподобие татуировки или даже небольшой узор из страз. Оксана Иванова рассказала и о новых возможностях электронного сертификата. С января текущего года Рязанская область вступила в пилотный проект. Мы третий субъект в Российской Федерации после Свердловской области и Тюмени. Проект этот нацелен на предоставление услуг социальной адаптации детям-инвалидам, которым впервые установлена категория ребенок-инвалид. В этом пилотном проекте могут участвовать детки, кому установлена впервые инвалидность возрастом от 4 до 17 лет. Пройти курс комплексной реабилитации и абилитации можно в полустационарной и стационарной формах. Стационарная форма может быть организована с сопровождением родителей. Более подробную информацию можно узнать у специалистов соцфонда или на сайте ведомства. На эти и другие вопросы во время прямой линии ответила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова. Первую прививку детям делают буквально через несколько дней после рождения. Ставится она от туберкулеза, следом от вирусного гепатита B. И далее по списку. Вакцинировать малыша могут как в частных клиниках, так и в государственных. Обо всем этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова. Да и взрослым не стоит про иммунизацию забывать. Иммунизация ревакцинации против дифтерии столбняка должна осуществляться раз в 10 лет. Взрослому населению также показана иммунизация против вирусного гепатита B, который парантеральный, и с ним тоже мы можем, к сожалению, столкнуться при некачественном оказании услуг в маникюрных кабинетах, тату-салонах, стоматологических центрах. Вакцины делают и по роду профессиональной деятельности. Например, от бешенства или тулеремии. В остальном же главное для всех взрослых – это вакцина от столбняка. Противопоказания есть, но не критичные. И с учетом того, что в производстве вакцин могут использоваться различные вещества, допустим, если это вакцина коревая или вакцина гриппозная, там используются куриные яйца. То есть здесь абсолютным противопоказанием к проведению прививок этими вакцинами будет аллергия к куриному белку. Если это вакцина гепатита B, то там в производстве используются дрожжи, значит, аллергия к дрожжам у человека также будет являться абсолютным противопоказанием. Этот сезон прошел, по словам Ирины Котовой, на предэпидемическом уровне. Тем не менее, не стоит забывать и о сезонных прививках от того же гриппа или ковида. Как говорит Ирина Котова, прививка есть, была и остается самым надежным средством профилактики инфекции. Спонсор программы «Неделя города» – выставка продажи икра и рыба «Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. В 2024 году весь литературный мир отметит 215 лет со дня рождения Николая Гоголя. Редкий изобразительный дар писателя, который владел словом с мастерством художника, живописцы и графики много раз воплощали в искусстве изобразительном. Выставка и иллюстрации к произведениям Гоголя открылась в художественном музее и дает редкую возможность увидеть экспонаты из фондов. Блеск ночного Днепра, сад Плюшкина или Бакенбарда Ноздрева – все это так и просится со страниц книг прямо-таки под кисть и карандаш. Рисунки к произведениям появлялись еще при жизни писателя, хотя сам он к этому относился скептически. Гоголь в изобразительном искусстве разбирался хорошо и даже сам увлекался как любитель и посещал натурный класс Академии художеств. Обложка первого издания «Мертвых душ» литографировалась по собственному эскизу писателя. Гоголь относится к числу тех писателей, творчество которых очень хорошо перекликается с изобразительным искусством. У него был исключительно пластический изобразительный дар и не случайно он остается одним из популярнейших у иллюстраторов авторов. Среди экспонируемых на выставке произведений зритель найдет классические, пожалуй, самые известные акварельные иллюстрации Баклевского из середины 19 века. Здесь галерея портретов Плюшкин, Коробочка, Чичиков, карикатурные физиономии, которых по сей день задают восприятие этих персонажей. К тому же периоду относятся листы из альбомов «К вечерам на хуторе Близди Каньки». Литографии выполнены ведущими мастерами того времени, в первую очередь Маковским, в мастерской которого они печатались ограниченным тиражом. Есть и дополнительный материал, иллюстрирующий биографию Гоголя. Портреты его младших и старших современников. Огромное место, как вы знаете, в его литературной судьбе сыграло знакомство с Пушкиным, Шуковским, в тот момент, когда он приехал из Нежины в Петербург. А также пейзажи тех мест, которые были Гоголю близки, важны. Это и Киев, и Рим, где писались «Мертвые души». И, разумеется, Петербург, который стал одним из полноправных героев его творчества. К началу 20 века относятся гравюры Фаворского. Например, иллюстрации к Ивану Федоровичу Шпоньке и его тетушке. Они считаются хрестоматийным примером отражения гоголевского гротеска в графике. Здесь и гуаши Пластова с картиной «Лунной ночи» и пять литографий Кибрика к повести «Портрет». Целый раздел экспозиции посвящен Шинели. Работать выставка будет до 12 мая. Надеемся, что выставка будет интересна всем. И тем, кто знает тексты Гоголя буквально наизусть, и тем, кто только начинает его читать, и тем, кто, может быть, еще не успел этого сделать. Но, мы надеемся, захочет, прогулявшись по постричным залам. В первый весенний день в региональном ЗАГСе прошел бал влюбленных. Мероприятие посетили как молодые пары, так и те, кто уже давно в браке. Бал во Дворце торжеств прошел впервые. Сотрудники ЗАГСа не исключают, что это станет доброй традицией. Классическая, академическая и музыка из кинофильмов. Бал прошел под аккомпанемент Камерного оркестра Рязанской области под управлением Сергея Проскурина. Помимо танцевальной части была и концертная. Руководитель оркестра в интервью отметил искушенность рязанской публики и поделился творческими планами коллектива. Мы изучаем сейчас публику Рязани. Она действительно искушенная, потому что в городе звучит очень много хорошей музыки. Публика образована и очень чутко. Поэтому мы хотим показать для рязанской публики не просто, но какие-то формальные произведения. Но сейчас мы готовим серьезные произведения. Это шнитки, концерт для скрипки с оркестром. Практически записи не существует этой музыки. Выдающийся гениальный композитор. Танго, гранд-марш, котельон и фигурный танец. Для того, чтобы попасть на торжество любви, пары зарегистрировали свое участие заранее. Кстати, тем, кто в этом году отмечает юбилей совместной жизни, вручили благодарственные письма. Одной из таких пар стала семья Калининых. Наталья и Валерий в браке уже 40 лет. Летом планируют отпраздновать рубиновую свадьбу. Именно благодаря танцевальному искусству пара и сохранила глубокие чувства друг к другу на долгие годы, рассказывают сами влюбленные. Так что, узнав о мероприятии, Калинины ни минуты не сомневались в своем участии. И даже не верится, что столько прошло лет. Но, тем не менее, любовь – самое главное в семье. Любовь требует труда и жертвенности. Совсем случайно мне подруга прислала и говорит, это для вас, потому что мы пара танцующая. А вот София и Артем Гостян стали семьей официально всего два года назад. Но и за это время они успели освоить тонкости и узнать секреты крепкой любви. В чем наша любовь? Наверное, в уважении, во взаимопонимании, то, что умение слышать всегда друг друга и находить какой-то компромисс. Я листала контакт, там вылезла реклама ЗАГСа, что набирают пары. И, как оказалось, мы прыгнули в последний вагон. Это был последний день подачи. Мы вообще, даже честно по приколу, я ему такая говорю, пойдем. Он такой говорит, да, конечно. И вот пришли. Вообще, это была моя давняя мечта, потому что губернинские балы в Рязани проводятся давно. Ну, так складывалось, что я была всегда без пары. И я говорю, ты должен осуществить моя мечта, чтобы я закрыла свой гештальт. Бал влюбленных в ЗАГСе проходит впервые. По словам сотрудников Дворца торжеств, праздник весны и любви планируют сделать ежегодным. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанском областном музыкальном театре новая постановка. Мюзикл Андрея Кротова «Римские каникулы» – это спектакль по мотивам американской романтической комедии. Идея рассказать о встрече принцессы Анны и журналиста Джо Брэдли родилась в театре еще до пандемии. Правда, реализовать задумку удалось лишь в этом году. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Тайна веков» на сцене Рязанского музыкального театра предстает перед зрителями в виде черно-белого мюзикла Андрея Кротова по мотивам американской комедии 50-х годов прошлого века. Первое действие и правда напоминает старое кино, но с яркими акцентами в одежде артистов. Значит, у нас была цветовая гамма, в которую вошло несколько ярких, активных цветов и большое количество фактур. То есть вот костюмный ряд выстраивается, как работает художник-модельер с подиумным костюмом. То есть коллекция, выстроенная на подиуме. Задумка художника по костюмам в том, что у принцессы Анны и репортера Джо Брэдли есть свои цвета, которые отражают их внутренний мир. Эта же палитра включена в образы других персонажей в зависимости от степени эмпатии к главным героям. Наверное, больше всего было уделено внимание артистам в плане именно взаимодействия, поскольку все-таки мюзикл – это драматическая история. И помимо музыки здесь очень важно именно чувствовать друг друга, чувствовать партнера, быть в цепке. Относительно авторского текста, который был у меня, я чуть больше приблизила к фильму. Поскольку, мне кажется, это сама по себе полноценная история, и какая-то дополнительная форма, она была бы излишней. Хочется больше уделить внимание чувствам героев, их личной истории. Сама история повествует о принцессе, которая хочет простого человеческого счастья. Обрести его ей помогают журналисты с газеты. Свои чувства и эмоции персонажей передают не только с помощью слов, но и каждым движением и даже походкой, рассказывает балетмейстер мюзикла Софья Прилудская. Мюзикл – это форма. А форма всегда создает, помимо одежды и декорации, это все-таки пластическое действие. В каждом из своих мюзиклов я стараюсь соблюдать стилистику, выбранную мной или режиссером. И я стараюсь, чтобы не было такого, что «А сейчас мы начнем танцевать». Моя задача как хореограф не только поставить танцы. Я выбираю ритм, с каким будут работать, например, персонажи, какая у них может быть походка. Или же, например, я пытаюсь сразу придумать какую-то мизансцену, если это массовые номера. Весна – это всегда время пробуждения природы. Так, любовь, подобно этому сезону, тоже оказывает нечто похожее на персонажей. По мере развития сюжета, черно-белая постановка обретает свои яркие цвета, как бы намекая, что серой жизни обязательно сменит яркая палитра приятных событий. Достаточно лишь начать замечать чудо в каждом мгновении своей личной весны. Вам, как всегда, так, как обычно, по приятной жизни. Среда! Вы знаете, это ведь сказка на самом деле, причем как бы сказка с тихой грустью. То есть там нет свадьбы в конце. Хэппи-энд, ну, хэппи-энд, не хэппи-энд. Главное, она о вечном. Что все проходит, но остается что-то вечное. И любовь остается, и Рим остается. Об этом мы и поем в конце. В мюзикле «Римские каникулы» царит атмосфера внутренней свободы и счастья. А еще проблема выбора между материальными и духовными ценностями, которая так же, как и любовь, будет актуальной темой в искусстве во все времена. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Чем украсить праздничный стол и порадовать гостей на 8 марта и последующую неделю масленицы? На этот вопрос ответ можно получить, заглянув на выставку «Икра и рыба» Камчатская. И в этот раз у торгового центра «Премьер» в Рязани выставка «Икра и рыба» Камчатская радует покупателей любимыми свежайшими морепродуктами с Дальнего Востока. Организаторы выставки пояснили нам, что только особый традиционный способ приготовления рыбы и икры гарантирует качество и свежесть всех представленных на выставке продуктов. А значит, невероятный вкус и пользу. Вот почему рязанские ценители морских деликатесов ждут именно эту выставку и раз за разом возвращаются за деликатесами именно сюда. Мы взяли икру и белорыбицу. Очень нам нравится белорыбица и икра. Вот решили себя побаловать. Всегда здесь покупаете? Всегда здесь покупаем. Рыбку всю хорошую любим. А за что любите здесь покупать? Посочнее, посежее. На выставке продажи «Икра и рыба» Камчатская представлен широкий ассортимент рыбных деликатесов. Чавыча, белорыбица, палту, стунец, нерка. Ароматы тут вызывают аппетит. А если попробовать кусочек, кстати, только здесь продавцы предлагают дегустацию перед покупкой, то устоять точно не удастся. Чавыча купили белорыбица. Ну так хорошая, нормальная, вкусная рыба. Рыбу купили хорошую, вкусную, слабосоленую. Просто для себя любимой и для близких своих. 11 марта начинается неделя перед Великим постом, именуемая Масленицей. По русской традиции, это неделя блинов и угощений. И, конечно, хороший праздничный стол не обходится без рыбки и икры. Икру и другие морепродукты перед покупкой можно продегустировать, чтобы оценить вкус и качество. Покупатели, полюбившиеся в выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» могут быть спокойны. Рыбки хватит на всех. Выставка «Икра и рыба Камчатская» продлится до 10 марта включительно. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 4 по 10 марта. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова